МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шокирующие кадры из Чернигова. Жестокого избиения школьницами своей ровесницы за считанные часы облетели интернет. Подростковая жестокость и ее причины. Насилие в семье, дети и вовлечение в попрошайство. Об этом и многом другом говорим сегодня в студии. Здравствуйте, с вами вечер на седьмом. Меня зовут Сергей Бандур. И сегодня в гостях вечера на седьмом начальник отдела ювенальной превенции главного управления нацполиции в Одесской области Виталий Петрович Капуляк. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Петрович, для начала пару слов о том, чем занимается ваша служба. Звучит так, ювенальные превенции, отдел как-то не совсем понятно. Чем вы занимаетесь, какой круг обязанностей и кто может к вам обратиться? Ювенальная превенция занимается молодежной профилактикой правонарушений. Основные функции нашей службы – это проведение профилактических мероприятий в рамках общей профилактики. Это работа с родителями и детьми по месту жительства, по месту учебы, по месту работы. Также выступление в средствах массовой информации с целью правового воспитания детей, с целью профилактики правонарушений, здорового образа жизни. Также в рамках индивидуальной профилактики работа с детьми, которые уже вступили в конфликт с законом. Вопросы, связанные с предупреждением насилия в семье и всякого рода негативных явлений в детской среде. А также выявление взрослых и привлечение к ответственности, которые втягивают или используют детей в преступную деятельность. Ну вот касательно проявления агрессии в подростковой среде, топ новости этой недели – это события в Чернигове, когда школьницы одной из школ жестоко избивают свою сверстницу. Вокруг собралась толпа детей, все снимают на телефон и никто не пытается хоть как-то вмешаться. Все наоборот это стимулируют. Я предлагаю посмотреть небольшой отрезок этого видео. Нашим телезрителям я напомню, что видео содержит фрагменты насилия, так что слабонервным я попрошу от экранов сейчас отойти. Бойцовский клуб на заднем дворе одной из школ разыгрался. На самом деле кадры пугают, с одной стороны, тем, что это девочки, с другой стороны, девочки-подростки – это даже не одиннадцатый класс, это класс девятый-десятый. И полное безразличие их сверстников, которые скорее подбадривают агрессию. И как, собственно, избежать вот такой ситуации? Какой может дать полиция совет родителям, как снизить накал агрессии среди подростков? И что должны делать люди, которые стали свидетелями такой ситуации? Ведь наверняка были свидетели, это же не дикий лес, это не пустыня. Ну, конечно, кадры не из приятных девочек. Это представители прекрасной половины нашего общества. И когда они участвуют в таких некрасивых акциях, драках, это не есть правильно. Мы видим, что события проходили возле учебного заведения, возможно, на территории даже. Тут, конечно же, в инструкциях прописаны и действия классных руководителей, преподавателей. Постоянно дети должны находиться в поле зрения либо дежурного учителя, либо классного руководителя. Мы, отслеживая ситуацию по травматизму в школах, тоже видим, зачастую дети, получая травмы, драки какие-то, толкая друг друга на перерывах, больших переменах между уроками. Когда преподаватели либо журнал пошли отнести в учительскую, поменять или еще отлучились где-то, дети остались без внимания, и происходит травматизм. То же самое в этой ситуации. Конечно, учителям нужно более внимательно относиться к тому, как дети проводят досуг. Если они собираются где-то, то надо изучить причины, почему. Если там танцуют, такое тоже бывает. Не только дети собираются, и обязательно будет драка. Кто-то показывает свои умения в танцах, еще что-то. С одной стороны, это большее внимание со стороны педагогов. С другой стороны, мы увидели, что масса ребят на это смотрят, и никто не вмешивается. Ну, на уровне подростков, это, наверное, их, может быть, и обвинять особо нельзя. Им интересно, чем это все закончится. Жалко, конечно, что не нашлось ни одного человека, который бы позвал взрослого. В случае, конечно, если ребенок, кто-то не согласен с этой ситуацией, или взрослый, увидел разборки детей, конечно же, ну, чтобы не запоминять другие телефоны, телефон 102, телефон полиции, который выйдет и зафиксирует данное событие, и уже потом даст оценку правовое действие, и детей, и агрессора, и обоим детям выяснит причины. Естественно, в этот процесс разбирательства вовлекут и педколлектив. Возможно, там есть просчеты и с их стороны, да. Ну, безусловно, помимо того, ну, с одной стороны, да, действительно, это дети, и с одной стороны, это детские шалости, но с другой стороны, эти шалости могут иметь вполне взрослые последствия. Помимо того, что психологическая травма будет у жертвы такого насилия, так еще и могут банально забить, ведь толпа агрессивна, она не совсем понимает, что они делают. Насколько часто у нас в Одессе, в Одесской области, есть случаи детского травматизма, вот в случаях драк, то есть в школе, насколько часто у нас детский травматизм происходит? Ну, довольно часто. Мы не можем говорить о том, что это целенаправленно дети, вот как в сюжете, дерутся и пытаются причинить телесные повреждения друг другу. Вы слышали, месяца два назад в одной из школ юга нашей области произошло трагическое событие, дети столкнулись, тоже бегали друг за другом, столкнулись в результате одного ребенка. Когда ребенок получил телесное повреждение, у него были уже свои заболевания, это просто спровоцировало ребенок, трагически закончилась вот эта вот ситуация. Так, мы имеем тоже регистрации травматизма, когда дети сталкиваются, либо бегут по лестнице, кто-то с перила упал. Есть, но мы не можем говорить о том, что возбужденных дел в отношении детей, которые бы причинили телесное повреждение, такого нет. Где-то вот такие больше похожие на шалости. То есть зачастую это скорее несчастный случай, чем сознательное проявление агрессии? Да, ближе, ближе, да. У нас была ситуация, которую вот мы смотрели сюжет несколько лет назад, в Ведеопольском районе тоже такая ситуация была. Естественно, она тоже получила настолько распространение по всей Украине, услышали они. После этого мы сделали должные выводы, отработали вместе с работниками образования, и наши сотрудники тогда еще криминальной милиции по делам детей, отработали все школы, вовлекли в этот процесс центры социальных служб, родительские комитеты, потому что это люди, которые все заинтересованы в том, чтобы в школах был порядок и спокойствие. Это наши дети. На сегодняшний день могу сказать, слава Богу, у нас такого нет, но расслабляться не нужно, потому что в любой момент может произойти такая ситуация. Хотелось бы, конечно, к родителям обратиться, что я так думаю, и исходя из изучения прошлых ситуаций, что ничего просто так не бывает. Либо назревает какая-то ситуация, девочки между собой конкурируют, может, там какие-то отношения с мальчиком, какие-то еще ситуации, они назревают, назревают, и потом возникает такая ситуация. Если родители будут общаться с детьми чаще, будут знать их переживания, в чем они участвуют, какие взаимоотношения, то, возможно, это все предупредить. Вовремя можно вмешаться или на родительском собрании с родителями поговорить, чтобы родители со своими детьми, которые жаждут, допустим, конфликта, поговорили. И то же самое надо обязательно обратить внимание и классного руководителя, который будет видеть, дети целый день на глазах у работников образования. Они видят на переменах, что они делают. То есть можно предотвратить эти случаи. То есть, опять же, общение с детьми и заниматься воспитанием своих детей, а не чем-то другим. Еще одна нашумевшая тема касательно подростков, это так называемые группы смерти, это подростковый суицид. Что у нас в Одесской области по статистике с попытками суицида среди подростков? У нас всплеск наблюдался в прошлом году. В этом году, несмотря на все сюжеты, которые в средствах массовой информации, в интернете мы знаем, так называемые группы смерти, интернет-ловушки, это ни в коем случае не игры, мы их не расцениваем как игры. Несмотря на это, мы наблюдаем уже по совершенным фактам попыток суицида значительное снижение. У нас всего по 4 случая попыток. Это с начала года, получается? Да, это в этом году. Мы ежедневно работаем, проводим работу, мониторим соцсети. У нас есть управление борьбой с киберпреступностью, которое каждый день тоже проводит работу, что выявляет кураторов, выявляет детей, которые дают запросы на участие в этих группах. Плюс все дети, которые регистрируем ежедневно, по несколько человек, которые без вести пропадают, уходят из дому, мы их перепроверяем. Дети, которые задерживаются за бродяжничество, все проходят так называемую проверку на причастность к этим группам. Также в школах. Школы тоже включились активно в эту работу. Проводят медицинские работники, проводят осмотр детей. Дети между собой смотрят. Я вам могу сказать, что неправда. Некоторые по телевизору говорят, что молодежи нечем заняться. Очень много сознательных детей, которые понимают прекрасно, что это не есть правильно, это какие-то надуманные фантазии. Они сами заглядывают. И если есть у их друзей, у знакомых в классе какие-то проблемы, они... То есть добровольно уже контролируют друг друга. Да, контролируют друг друга. Это правильно, это очень хорошие позывы. И, конечно, мы тогда включаемся. Я могу сказать, что из тех случаев, с которыми мы сталкиваемся, ну, практически все дети ради интереса. Не того, что они хотят чего-то достичь именно в финальной части. Ради интереса хотят, что я прошел первый этап, вступил в игру. Там тоже не просто так ты захотел, есть задание, которое надо выполнить. Вот это, наверное, больше дань такой какой-то моде, что вот ты играешь, а я играю. Ну, я думаю, что... Больше хотят быть в тренде, чем это действительно какая-то проблема, да? Еще одна проблема – это насилие в семье. Это уже не насилие среди подростков. Это когда дети страдают от вмешательства взрослых, от их попустительства, а порой и от немотивированной агрессии. И как много у нас обращений с начала этого года уже было по таким фактам? Ну, если говорить о сообщениях, которые непосредственно от детей, у нас всего три таких сообщения. В течение года могут быть, может их быть, там, и 70 было позапрошлом году, их не так много. Но каждый такой случай – это тревожный звоночек для нас, мы разбираемся в нем для того, чтобы понять, откуда природа их возникновения. В этом году тоже средства массовой информации раскрутили ситуацию, которая случилась в Ивановском районе, где отец побил ребенка, причем где-то он не рассчитал силы. Мы к этой ситуации подойдем буквально через пару минут, сюжет у наших коллег, да. Ну, если, в общем, характеризовать ситуацию, то мы не наблюдаем особых каких-то всплесков. То есть ситуация такая, ровная. Есть вот такие единичные факты, которые, конечно, выходят за пределы понимания, за пределы общения, но так не должно быть. Если касательно предупреждения насилия в семье, вот могу сказать, что мы в этом году по инициативе Министерства внутренних дел проводим экспериментальный проект на территории Малиновского района города Одессы по реагированию на факты насилия в семье. Суть заключается в том, что сотрудники патрульной полиции, уголовного розыска, ювенальной превенции, дельничьих участковых инспекторов полиции, следствия прошли обучение. И сейчас каждый факт, который, ну, в рамках Малиновского района, каждый факт, который будет поступать заявление или сообщение, выезжает вот эта группа на месте, проводит проверку, проводит работу. И каждый, плюс еще, извините, центр социальных служб для семьи Молоди в Малиновском районе. Там, в большей части, специалисты-психологи. И, выезжая, комплексно подходят к проблеме разрешения данного конфликта. Если есть состав административного нарушения, то, естественно, там и участковая, и криминальная, и ювенальная превенция принимают решения по своей линии. Если там уже есть состав уголовного правонарушения, то и тут же сразу включается следователь, это будет расследовать уголовный розыск, если надо будет какие-то еще мероприятия проводить. И психологи тоже, каждый, находят свои моменты. Они, когда пришли на дом, увидели ситуацию в самом начале, какая она была, уже для себя делают выводы, в каком направлении двигаться, к кому из жертв и агрессора какую коррекционную программу подобрать. То есть по каждому факту действует целая рабочая группа, получается, да? Да. Если проект будет удачным, потом будет уже по всем районам города работать, я так понимаю? Да, проводится пилотный проект Одесса, Донецкой области, один вызначен в Луганской и в Киеве. Если получат, если будут хорошие результаты, то потом распространять будут этот опыт на работу других органов. Мы уже упомянули факт насилия в семье, где отец-садист избивал ребенка подручными средствами. Я предлагаю нам и нашим телезрителям посмотреть этот сюжет. Одиннадцатилетнему Игорю пришлось вытерпеть многое. Вечные издевательства, частые побои и кошмарные унижения. Не от сверстников, а от родного отца-садиста. Это следы от ударов шлангом. Так отец-изверг воспитывает своего сына. После очередного жестокого урока мальчик попал в больницу. Тогда все и открылось. Хотя остановить жестокого родителя могли раньше. Я подумала, что он с кем-то побился. У меня даже в думках не было, что это мог сделать отец. Я его начала запрашивать, а он мне ничего не скажет, потому что мне будет лучше. Запуганного мальчика вернули домой, обратно к садисту. Против которого, кстати, начато уголовное производство. И каким бы ни был информационный ажиотаж, Игорь вновь вынужден находиться рядом с опасным родителем. От контакта с ним ребенка не могут защитить ни социальная служба, ни ювенальная полиция. Вот такая ситуация. Что делать соседям, если они сталкиваются с проблемой того, что вот ребенка бьют? Наверняка, когда ребенка избивают шлангом, он кричит, и это слышно не только во всем доме, но еще и даже на улице. Вот как поступать неравнодушным людям, опять вызывать 102, пытаться самим вмешиваться, но это себе же дороже. Что делать? Ну, правильнее всего, во всех случаях, граждане, если увидели какую-то ситуацию, которая выходит за рамки их понимания, и есть сомнения в том, что они правомерны, то обязательно нужно звонить по телефону 102. Это телефон, все запомнили, уже служба 102 знает, в чью компетенцию входит разрешение того или иного тех или иных вопросов, которые получили. Понятно, что сейчас из-за некомплекта и ювенальной превенции участковок, может быть, не во всех населенных пунктах представлен, есть сотрудник полиции, поэтому тоже всем на местах, особенно и в сельской местности, необходимо звонить 102, тогда 102 обязательно архивируется звонок, запись голоса, в чем была суть проблемы, и на этот звонок, на эту регистрацию обязательно отреагирует группа, группа выйдет, потому что, может быть, в каком-то населенном пункте нет полицейского на сегодняшний день, и обязательно эту ситуацию рассмотрят. Я думаю и даже уверен, что помимо этого, тут обязательно органы должны заниматься, люди тоже должны включаться, сейчас территориальные громады должны обязательно включаться и не быть равнодушными к таким ситуациям. Если есть информация, они знают, что в какой-то семье постоянно происходит конфликт, и дети либо страдают, либо они, если ребенок видит, как издевается один член семьи, родитель над другим, он тоже страдает, и в итоге получает тоже травму психики. И если соседи, председатель сельского совета, секретарь сельского совета видят, они должны создавать максимально, так говоря, атмосферу нетерпимости к такому поведению. Не поощрять, когда собираются соседи, допустим, условно, с папой или с мамой, и эту ситуацию потом за столом на дне рождения где-то высмеивать, и дети это слушали, а доводить, что это неприемлемо для нас. Тогда будут эффективные действия сотрудника полиции, которые даст правовую оценку, может быть, действительно, какие-то предупреждения, может быть, штрафные санкции, может быть, там еще есть ряд санкций, которые можно по насилию в семье применять. Но если в обществе мужчина, допустим, в большей части, хотя и женщины тоже не в меньшей мере совершают насилие, если он вернется домой и будет видеть в глазах соседей непонимание, неодобрение его поступком, наверняка это его заставит где-то одуматься. И наоборот, если у него как бы переводится все в плоскость конфликта с сотрудниками полиции, что его полиция вызвала, однако он возвращается домой, и дома все правильно, все соседи его похлопали по плечу, вот это неправильное развитие ситуации. Так что если мы будем работать с обеих сторон, общество со своей стороны, полиция со своей стороны, есть уверенность, что мы повлияем позитивно на эту ситуацию. То есть от тенденции, что в чужую семью не лезем, они сами разберутся, все-таки надо отходить, надо какую-то коллективную сознательность проявлять, да? Конечно. А вот мы мониторили ситуацию с этим пострадавшим мальчиком в дальнейшем, эта семья взята на контроль, что дальше будет с отцом, как будет происходить процесс воспитания ребенка? По данной ситуации есть возбуждено уголовное производство по нанесению в отношении отца, вот по нанесению телесных повреждений, легкости, степени тяжести. Ситуация развивалась каким образом? Тут проговорили часть. Ребенок, есть еще две сестры, мальчик, девочка находились дома на воспитании отца, мама уехала в столицу, второй ребенок, девочка нуждалась в медицинской помощи. Понятно, нервная ситуация. И мальчик тоже какие-то там сделал действия, наврал отцу, там были свои моменты, где он не так себя побил. Попал, в общем, под горячую руку, да? Да, и попал под горячую, на сегодняшний день, я уже говорю не по сюжету, на сегодняшний день каким образом все. Отец осознает, он осознал, что сделал неправильно, он извинился перед ребенком. Уже мама вернулась. Ситуация в семье понемногу налаживается. Это не освобождает отца от ответственности. Выехали на место, ювенальная превенция, центр социальных служб, служба по делам детей, взяли под сопровождение данную семью, ребенка уже вернули обратно в семью. Понятно, что ему дома будет лучше, любому ребенку дома будет лучше. Но для того, чтобы не допустить в дальнейшем таких событий, и сельский совет будет присматривать, и особенно служба, и центр социальных служб взяли под сопровождение эту семью. Родитель, отец, часто в командировках, он работает на автомобиле, редко бывает дома. Я думаю, что с помощью и местного населения, и специалистов, психологов, мы сможем наладить ситуацию в семье, чтобы этого больше не было. И как-то минимизировать психическое напряжение. А что грозит теперь отцу? Ну, это больше вопрос к следствию, какое решение примут. Будет окончено дело по 125, направлено в суд. Но судебное разбирательство будет в любом случае? Конечно, в любом случае. Там уже есть возбуждение, расследование ведется. То, что отец осознал, он действительно сожалеет о том, что судел. Да, это будет, наверное, каким-то смягчающим обстоятельством. Вот мы уже, когда говорили про группы смерти, упомянули, что это скорее дань моде, это такое молодежное увлечение. Еще целый ряд новомодных молодежных увлечений, некоторые не так уж и новомодные, уже со стажем, они тоже довольно опасны, наверняка это тоже подпадает под вашу компетенцию. Так называемые руферы, зацеперы, это молодые люди, которые хотят бродить по крышам, поснимать это по телефону, или залезть на вагон поезда, сфотографироваться там, сделать селфи иногда ценой в жизнь. Как идет работа на предотвращение вот подобных проблем? Вы знаете, что управление полицией на транспорте, было еще милицией, упразднили функции, которые лежали на ней, сейчас перешли в функции управления нацполицией в Одесской области, территориальной. Но ювенальная превенция взяла на себя тоже функции работы с детьми, которые проживают вдоль объектов железнодорожного транспорта. Это школы и другие учебные заведения, там, где дети часто переходят через железную дорогу, через переходы. Мы с силами наших сотрудников территориальных отделов полиции постоянно проводим эту работу. Были случаи, конечно, все равно у нас Коминтернская территория, это Одесса-Восточная, в прошлом году были печальные случаи, когда дети все-таки залазили на запасных путях, залазили наверх, на крышу вагонов, и получали некоторые, там были с ожогами, там есть даже и печальный случай, когда ребенок... Да, с рецентальным сходом. Да. Это не такое массовое занятие детей, но все равно вот остатки еще остались. В интернет ребенок заходит, видит, что действительно сейчас мода на селфи, а селфи сделано где-то на ходу, на электричке. Конечно, дети хотят чем-то выделиться, проявить себя, что смелость. Вот такое бывает. Но, конечно, мы боремся с этим недугом, потому что это очень опасное дело. Как проводятся в школах лекции, воспитательные беседы какие-то проводятся? Конечно, путем лекций. Мы показываем примеры и рассказываем, чем это чревато. Зачастую дети не понимают, что есть какая-то дуга, что нельзя выше подниматься к проводам, потому что не обязательно к нему дотрагиваться. Есть расстояние, с которого дуга тебя достанет. Многие дети об этом не знают. По лицам видно, что информация для них это нова, и они начинают задумываться. Только вот таким путем. Если просто прийти и сказать, что нет, не дай бог, мы увидим, там охрана вас возьмет, на учет поставим. Вот такие запретительные какие-то методы, они не работают. Когда ты ребенку разъясняешь, чем это чревато, и покажешь фотографию какую-то, которая не сильно травмирует психику ребенка, чтобы они увидели, чем это заканчивается, то это более действенно. В общем, хотите делать правильное селфи, учите физику. Еще один момент, еще одна проблема – это вовлечение детей в попрошайничество. К сожалению, с одной стороны, мы вроде уходим от этой практики, вроде становится меньше, когда ты заходишь в пешеходный переход возле того же ЖД вокзала, и ты видишь маму с ребенком, стоящую с вытянутой рукой. Вроде их становится меньше, но все равно они есть. Я вот предлагаю посмотреть небольшой сюжет и продолжить обсуждение. С четырехлетним малышом в любую погоду и с протянутой рукой. Не для себя, говорит. Для сына. Кормить нечем. Вот и приходится зарабатывать на жизнь попрошайничеством. Кто меня будет держать, кушать? Я же должна на кушать зарабатывать. Так вы же зарабатываете, благодаря своему любому. Нет, мне нет с кем его оставить. Вере 27 лет. Росла в неблагополучной семье. Не умеет ни писать, ни читать. Детей не планировала, но родился Стюпа раньше срока. Малыш почти не говорит и до сих пор ходит в подгузниках. Сейчас ему 4 года и он за свое детство чаще видит грязные переходы и полицейские отделения, чем детские площадки. За 17-й год уже второй раз ее доставляли. За 16-й, наверное, раза 4 доставляли в приморский отдел полиции. За бродяжничество и за попрошайничество. Но несмотря на штрафы и протоколы, Вера все равно возвращается в грязный переход и использует сына для попрошайничества. Я лучше его покормлю. Я его не заставляю просить. Он сидит со мной. Я его лучше покормлю, а мой ребенок будет саморядным. Пока в суде решают дело этой семьи, Вера остается на свободе. А значит, она вполне может вернуться к привычному способу заработка. И опять вместе с сыном. Вот еще одна патовая ситуация. Ребенок страдает из-за того, что родители не могут оказать, с одной стороны, им должное материальное обеспечение, с другой стороны, уделить необходимое внимание. Их образ жизни просто не соответствует этому. Что делать в таких ситуациях? Люди вот увидели подобную веру с ребенком стоящим. Что делать? Опять же 102 набирать? Во всех случаях нужно набирать 102, для того, чтобы полиция выезжала и этих правонарушителей доставляла в райдел для разбирательства. Касательно вот этой ситуации, мы знаем, несколько женщин с детьми занимаются попрошайничеством. У нас уже по данной ситуации, могу сказать, что 4 привлечения к админответственности за постовое четвертое на выполнение обовески по выхованию детины в отношении женщины ромской национальности уже составлено следующим шагом. Сейчас материалы находятся в Приморском отделе полиции. Привлечение мамы уже к уголовной ответственности. Но вопрос в чем? Это жители Шаряевского района, ребенка тут надо изымать. Мама не делает должных выводов. Понятно, что у нее денег нет. Штрафные санкции, судья, принимая решение, понимает, что у нее денег нет. Штрафные санкции минимальные, естественно. Она постоянно находится на улице, и перекрыть эти штрафы за пару часов работы, так называемой работы. Поэтому это не есть действие. Но если изъять ребенка у матери, возможно, она одумается. И привлечение к уголовной ответственности. На сегодняшний день вопрос решается с головой опеки и пеклывания Шаряевской администрации, которая должна подписать распоряджение об изъятии ребенка. Только в этом вопросе. Я думаю, что в течение двух-трех недель будет назначена голова, и ребенка заберем, и дальше продолжим с ней работать. Я еще хотел бы обратиться к людям, к жителям города Одессы. Не подавать вот этих подачек. Если кто-то голодный, независимо, это ситуация. Либо ребенок вам подходит, или любой другой человек. Если они попрошайничают, чаще всего используют слова, что на хлеб, на что-то. Лучше дайте кусочек хлеба и подержите. Мы знаем, что на территории города, и ни для кого не секрет, есть так называемые кормежки. Каждый день выходят даже некоторые по два раза в день, некоторые только в обед. И в местах массового скопления людей проводят, раздают питание. То есть фактически с голода не умрешь. Слава Богу, есть такие общественные организации, есть люди неравнодушные, которые выходят и подкармливают людей. А вот это вот уже перешло давно в плоскость зарабатывания денег. Понятно, что мама, на мой взгляд, уже я эту ситуацию знаю, я с мамой разговаривал и одной, и другой, они уже не уйдут отсюда, потому что ничего не делая, это образ жизни некоторых народностей. Она уже почувствовала, у нее есть постоянные клиенты, легкий заработок, она никогда не станет, ну никогда, я хотел бы, чтобы это все-таки изменилось, но в ближайшем будущем она не планирует работать. Во-первых, она в декретном еще отпуске, ребенок в возрасте таком, ну и планы на будущее у нее такие, еще родит одного, то есть работать вряд ли будет. То есть, проходя мимо таких мам с детьми, когда мы подаем одну гривну, две, это мы не доброе дело делаем, мы их стимулируем на попрошайничество. Вы стимулируете, да. Вы просто своим действием говорите о том, что, ну, можешь стоять и дальше. Может быть, это вы не совсем согласны, но своим действием вы ее поддерживаете. И она будет стоять. Как только перестанет к ней заходить доход, человек 2-3 дня постоит без копейки денег, она, естественно, будет искать что-то другое. Ну, сейчас, я так понимаю, не так много подобных женщин с детьми стоит у нас, и не так много детей, которые занимаются попрошайничеством по городу. Но вот скоро лето, курортный сезон, и, пожалуй, ни для кого не секрет, что в это время и из соседних областей, и даже из ближнего зарубежья к нам массово тянутся дети-беспризорники, которые или занимаются тем, что они воруют в лотках прибрежных, приморских, либо они занимаются тем же бродяжничеством и попрошайничеством. Какие-то рейды, может, проводите, какие-то профилактические отработки? Расскажите, как будете бороться с этим делом? Традиционно каждый год в летний период полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Есть целый ряд мероприятий, согласно плану, который мы планируем, и в эти мероприятия обязательно мы вовлекаем, с нами участвует служба по делам детей, заклады охраны здоровья и сфера образования. В чем заключается? Во-первых, рейды. Со службой, наш тесный сотрудник, служба по делам детей, формируем группы с ними по предотвращению бродяжничества. Понятно, ни для кого не секрет, что лето мы ожидаем и в этом году тоже, наплыв и туристов, в том числе, и не совсем такого элемента, который желателен для нас. Это и уходы из дому, всплеск в этот период, это и люди, которые приезжают сюда. Вы знаете, что все дети статусные, которые в учебных заведениях, интернатных учебных заведениях, все проходят оздоровление. У нас Белгород-Истровская территория, Татарбунарская, Одесса, приезжают сюда. И вот дети сбегают, бродяжничают. Мы вынуждены реагировать таким образом. И мы эти рейды проводим. И в вечернее время увеселительное заведение проверяем. Да, действительно, есть дети, которые ходят, некоторые попрошайничают вот так традиционно где-то в подземных переходах, а есть дети, которые поступают чуть иначе. Вот к нам два года назад обратились социально активные представители бизнеса, и мы с ними тоже закрутили работу. Говорят, что массово тогда было такие случаи, когда дети приходят на улицу, площадка, и приходят к людям, которые сидят. У людей как бы, ну, понятно, что хоть какие-то деньги есть. И вот начинает у них попрошайничать, ставить неудобное положение посетителей. И руководители этого заведения к нам обратились. Вот мы работаем вот в таких местах, много детей изымаем. Можно сказать, что есть и мелкие кражи, которые совершают, такие, которые еще нет состава преступления. Это в большей части на базарах, на рынках. Но не могу сказать, что это такой массовый характер носит и бедственное положение, но всплеск мы наблюдаем ежегодно. Естественно, боремся, и нам помогают все параллельные службы, которые работают с детьми. Виталий Петрович, напоследок для всех сознательных одесситов, которые захотят к вам обратиться по той или иной проблеме, есть ли какие-то номера горячих линий или все-таки 102, и там уже направят обращение по необходимым инстанциям? Куда звонить, куда обращаться? Самое то, что я уже вначале говорил правильное, звонить 102, и если человек уже знает конкретно, какой вопрос к кому, допустим, если ко мне, можно сказать, что это четко в ювенальную превенцию, мы бы хотели решить или получить комментарий или вмешательство к рассмотрению такого вопроса со стороны ювенальной превенции. Либо телефон мой рабочий 779-4233. Спасибо большое, что уделили время, что поговорили на эту важную тему. Нашим телезрителям я напомню, что в гостях вечера на седьмом был начальник отдела ювенальной превенции Главного управления нацполиции в Одесской области Виталий Петрович Капуляк. Говорили мы о сотрудничестве правоохранителей для предотвращения проблем с подростками, таких как детское бродяжничество, проявление агрессии в семье, в том числе и насилие подросткового. Вы смотрели вечер на седьмом, в студии для вас работал Сергей Бандур. Не переключайте седьмой канал, дальше будет много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова